доброго времени суток всем пользователям канала продолжаем публикации о выращивании грибов сейчас хотелось бы рассказать о таком параметре который называется биологическая энергия блока давайте вот посмотрим что сейчас находится на плане вот возле меня давайте посмотрим вот на эти блоки проследим за тем как происходит скажем начальная стадия плодоношения сейчас так вот в ручном режиме будем наблюдать за каждым явлением которое здесь происходит и попробуем дать им какое-то логическое объяснение как происходит вот образование приморгия дальнейшее вырастание и так дальше и главной целью вот этой публикации является объяснить что же таким чем же таким является вот биологическая энергия блока и чего будет зависеть вот плодоношение в том виде который вы видите вот сейчас и так давайте будем наблюдать сейчас за тем что происходит камеры плодоношения и попробуем дать этому какую-то логическую оценку и так вот наблюдаем такую вот громадный гроздь гроздю или как это назвать стараюсь так вот вот это все показать как она выглядит это блоки весом среднем девять с половиной килограмм эти блоки сделаны из упакованы в рукав 40 на 80 в результате при правильной упаковке у нас должно получиться девять с половиной килограмм плюс-минус когда получается 9 там 800 10 200 иногда получается чуть меньше но вот упаковка в такой объем должна дать вот приблизительно такой объем субстрата такой вес субстрата вот видим ну ситуация выглядит самым наилучшим образом кстати тем людям которые в ближайшее время покупали грибные блоки на фанимашум это вот то ну или та партия блоков которые было отправлено вот посмотрите приблизительно приблизительно вот такой результат вы должны были получить но уже у себя дома в своих грибных там хозяйствах местах подвалах как там у кого получается очень много есть но у разных факторов которые влияют на образование вот именно таких сростков таких как сказать это уже не приморде это уже фактически грибы которые которые выросли вот смотрим там дальнейшая ситуация первое на что нужно обратить внимание вот посмотрите на вот здесь видим вот визуально сравниваем два блока здесь понятно что видно два разных штамма вешенки этот дополнительное освещение она немножко искажает там цвет и внешний вид грибов но реально тут видно что вот тот блок который находится справа от меня вот здесь он имеет более темный цвет шапочек тот что находится слева от меня вот здесь он имеет более такой визуально камера показа что он коричневый смотрим дальше здесь более такие темные грибы это штамм 80 штамм который очень хорошо себя зарекомендовал при выращивание довольно таки массивные сростки первичные и вот давайте как-то проанализируем то что происходит в блоке в данный момент вот давайте начнем вот с этого самого такого такого визуального ну нужно отметить что вот все вот эти блоки сделаны из посева из собственного мицелия сейчас мы уже перешли к производству мицелия на жидких средах и все-таки это оправдывает тот факт или фактор то что мицелий на жидких средах намного более продуктивней намного более активный и намного более потенциально готов к плодоношению и вот обратите внимание что происходит вот на этом блоке давайте проанализируем вот детально каждый момент то что здесь ну первым фактором нужно отметить что немножко здесь уже не хватает сейчас влажности этот приморди который сейчас вот вот маленький смотрим вот здесь фактически это произошло из-за того что немножечко недостаточно было влажности в помещении и этот приморди абортировался но в принципе тянуть этот приморди не было смысла из-за того что ввиду очень такого громадного сростка фактически он абортировался бы рано или поздно то есть влажность здесь бы не повлияла образование боль большего количества потому что вот сейчас хочу озвучить формулу биологической энергии блока и вот она приблизительно очень формально выглядит следующим образом если вот этот блок весом в 10 килограмм если мы сделаем на нем одну перфорацию то из него из этой перфорации то есть перфорации это имеется в виду вот этой дырки из него из этой дырки вырастет одна срость весом ровно во столько во сколько может этот блок выдать это вот называется то биологическая энергия блока если блок будет иметь вес 20 килограмм у него потенциально больше биологической энергии если этот блок будет иметь 3 килограмма у него потенциально биологическая энергия намного ниже теперь скажем вот объясним попробуем объяснить вот таким вот образом если на этом блоке одна перфорация то из этой перфорации выросла бы одна такая гроздя в дальнейшем она она даст потенциально на первой волне где-то приблизительно грибов речь идет о 10 килограммовом блоке она дала бы урожай в размере 15 процентов от ее веса то есть эта гроздя где-то должна была была получиться весом в полтора килограмма если мы сделаем таких дырок к примеру 2 то у нас бы получилось 2 таких вот грозди весом по 750 грамм если мы сделаем таких перфораций 10 штук то у нас вырастет 10 гроздей если мы постараемся это вытянуть но они все равно в конечном результате дадут урожайность все равно в размере 15 процентов от веса вот этого блока и теперь к слову если мы возьмем вообще вот этот блок поставим его в условие когда мы снимем пленку полностью с этого блока в результате в разные стороны вырастут грибы но в конечном результате общий вес вот этих грибов он будет все равно составлять где-то приблизительно 15 процентов от веса этого блока теперь давайте проанализируем что произошло вот фактически вот на этом таком самом показательном вот вот эта маленькая ну при морде или как он уже нет у него не осталось потенциальной силы ввиду того что такая мощная потенциально вот специально ставлю руку чтобы как бы визуально оценить насколько она огромная ну у нее вот у этой это уже сам блок решает какое количество он в силах произвести ну и стремление к дальнейшему продолжению своей жизни или рода и для того чтобы произвести в дальнейшем споры для того чтобы размножаться во внешней среде он сам себе как-то определяет каким образом это вопрос остается риторическим как это все происходит но он решил что потенциальный и важнее всего будет оставить возможность для вырастания вот этой грозди теперь потенциально здесь на этом же блоке будут ну вот эти грибочки у них есть очень большой шанс на то что они тоже будут вырастать в дальнейшем грибы эти тоже надеются на то что сейчас произойдет полив как это все произойдет сейчас мы покажем вот и посмотрим на вот такой вот приморги это понятно что из него вряд ли уже получится что-то такое потенциально полезное но все дело в том это зависит уже не от климатики в самом помещении это больше уже будет зависеть от самой биологической энергии вот этого блока то есть он не сможет одновременно сделать такую большую урожайность из-за того что в нем есть какая-то заложена своя биологическая энергия потенциально тоже что мы можем наблюдать и у каждого человека у него есть какая-то своя биологическая там энергия для того чтобы реализоваться в каком-то определенном плане вот здесь наблюдаем тоже очень интересные такие сростки для того чтобы правильно подтянуть вот видим да здесь пошли полностью аборташи можно дать поправку на то что здесь не было определенной ну влажности которая должна дать возможность для роста вот этих грибов но фактически такой большой сросток который сейчас вот здесь мы наблюдаем даже если бы мы потянули влажность в этом помещении до тех параметров которые им нужны то в результате мы могли бы потянуть и вот этот и вот этот и вот этот мы потянули бы все равно их возможности вырасти в разных местах но в конечном результате такой сросток сейчас вот если мы попробуем сосчитать сколько здесь есть вот будущих вот потенциальных шапок которые вырастут уже там промышленный какой-то результат то здесь их ну трудно вот сказать там их есть 200-300 ну не будем ну вот если вот у вас есть время попробуйте сосчитать но в дальнейшем все равно результат приведет к тому что потенциально те кто получают больше всего обмена воздуха в этом пространстве в этом помещении они все равно займут доминирующее такое вот положение и все равно в конечном результате с этого блока больше чем приблизительно 15 процентов у нас вряд ли получится получить разговоры о том как там вырастить 7 килограмм из 10 килограммового блока и так дальше это все ну как размышления инсинуации и так дальше на эту тему они не уместны потому что урожайность блока будет абсолютно зависеть просто от одного единого параметра от биологической энергии вот этого блока и он будет зависеть от его веса можно делать блоки 20 килограмм есть публикации там кто-то делает 30 килограмм но если на начальном этапе вы пробуете заниматься грибами то поймите одну вещь что чем больше блок чем больше блок и в случае не отработанной технологии есть большая вероятность что на нем может появиться какие-то погрешности в работе если он будет поражен плесенью то небольшой блок мы выбросим и дальнейшем при ну небольших затратах то если блоки идут по 30 килограмм то придется выбросить 30 килограммовый блок субстрата и вот такое положение или отношение ну на начальном этапе оно неоправданно лучше сделать блок немножко меньше когда у вас будет отработана технология ну в принципе нужно сказать то что на данный этап большинство грибоводов производителей грибов остановились на том моменте что оптимальный вес блока это есть 10 килограмм и фактически сейчас в большинстве предприятий работают на блоках которые делаются в пакетах размером 40 на 80 до